Инженеры Volkswagen разошлись не на шутку. Проектируя новый Golf R, они внедрили хитроумную систему привода с индивидуальными фрикционными муфтами на каждом заднем колесе. Поэтому ехать, только что представленная R-ка, должна очень и очень интересно. Более того, у немецкого хэтчбека впервые появился полноценный дрифт-режим, когда крутящий момент перебрасывается преимущественно назад, а система стабилизации полностью ослабляет хватку. Похожими умениями обладает лишь дорогущий Mercedes-AMG A45. Вдобавок, самый мощный Golf удивил отдачей. Да, под капотом остался вечный двухлитровый турбодвигатель, но мотористам удалось раскочегарить его до рекордных 320 сил. Коробки передач — шестиступенчатая механика или семиступенчатый робот. При этом рост мощности никак не сказался на динамике. Спринт до сотни, как прежде, занимает 4,7. Максимальная скорость ограничена отметкой 250 км в час. Это уже давно заведенная традиция. Разумеется, под огромный табун лошадей соответствующим образом пришлось переделывать шасси. Его ключевые особенности — адаптивные амортизаторы и усиленные тормоза. К слову, подвеска сделана более жесткой, чем на прежней R-ке. И даже жаль, что Volkswagen Golf R обходится столь скромным внешним декором. Хотя внутри спутать 300-сильную зажигалку со стандартным хэтчбэком, конечно, невозможно. Ну а окружающим на особенный статус намекнет грозное бурчание заказного выпуска. Сам Volkswagen предполагает, что побурчать трубой владелец такой зажигалки отправится не куда-нибудь, а непременно на Нюрбург Ринг. Ради этого список пресетов ездовой электроники дополнен специальным режимом. Следующая новость тоже из мира культовых моделей. Последняя легковая Toyota классической компоновки, заднеприводный седан Crown, пережила модернизацию. Снаружи автомобиль остался прежним, а вот внутри удостоился глубоких перемен. Так на передней панели прописался огромный тачскрин современной медиасистемы, ради которого пришлось перекроить центральную консоль. Кроме того, приятным дополнением стала сильно поумневшая ездовая электроника. Силовые установки реформа не затронула. Впрочем, для нас эта информация станет актуальной через несколько лет, когда бэушные праворульные крауны начнут прибывать на Дальний Восток.